Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Наталья Полякова. Сегодня в выпуске. В Брянской области полностью готовы к проведению выборов президента России. О работе избирательной комиссии и общественных наблюдателей расскажу я, Дмитрий Газин. Вице-адмирал Владимир Цемлянский посмотрел, как проходит подготовка юноармейцев. Ему показали стрельбу по мишеням, управление дронами, прочистку оружия, как ребята работают на симуляторах. Подробнее обо всем расскажу я, Екатерина Зойдина. В Брянской воспитательной колонии открылась музейная экспозиция, посвященная истории специальной военной операции. В числе первых ее увидела я, Светлана Дробкова. С 15 марта жители Брянской области вместе со всей страной вновь смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом губернатор Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале. По результатам прошлого голосования в этом году будут благоустроены в первоочередном порядке пять общественных территорий. Брянск. Территория и воинский мемориал по улице Почтовой. Клинцы. Памятник героям Отечества. Новозыпковский городской округ. Сквер Березовая роща по улице Красный. Дядьковский муниципальный район. Городской парк. Унечское городское поселение. Сквер по улице Суворова в Унече. Приходите голосовать всей семьей за общественные территории, чтобы определить, где будут проведены работы по благоустройству в 2025 году. Написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз. 15 марта начинаются главные выборы в стране. Выборы президента России. На территории Брянской области будут работать 1045 избирательных участков. На каждом из них будут работать члены участковых комиссий. Все члены участковых комиссий вышли на свои избирательные участки и готовят их ко встрече с избирателями нашей Брянской области. Все члены, их у нас в Брянской области 10 тысяч, прошли обучение, получили сертификаты, прошли подготовку и процедуру именно голосования, подсчета голосов. Освоили большой проект члены комиссии, наши обходчики, который называется «Информу ИК». Они дошли почти до каждого избирателя. Рассказали о формах голосования, о дате голосования, о месте голосования, то есть об избирательных участках и их адресах наших жителей Брянской области. Также предоставили всю информацию о зарегистрированных кандидатах. После этого избиратели, почти 30 тысяч избирателей Брянской области, воспользовались технологией мобильный избиратель. Избиратели перезакреплялись внутри области с места регистрации по месту нахождения. Почти 20 тысяч избирателей закрепились в другие субъекты, в другие города. Избиратели, у которых по каким-то причинам поменялись обстоятельства или в силу болезни, то есть не смогут прийти на свои избирательные участки, они смогут обратиться в свою участковую комиссию до 17 марта, до 2 часов дня. И обязательно члены участковой комиссии приедут и предоставят возможность такому избирателю проголосовать. Следить за ходом голосования в дни выборов будут общественные наблюдатели. В Брянский центр наблюдения расположен в Ранхиксе. На каждом избирательном участке находятся видеокамеры. Трансляция будет идти непрерывно. Кроме того, в случае подозрения на нарушение хода голосования у наблюдателей будет возможность моментально посмотреть запись. На выборах президента будут работать 2084 наблюдателя, подготовленных Общественной палатой Брянской области. На всех избирательных участках будут находиться наши избиратели. И часть избирателей из того контингента, который мы подготовили, работает по направлению Общественной палаты Брянской области. 519 наблюдателей работают по направлениям Общественной палаты Российской Федерации. У них мандаты их. И остальные наблюдатели – это наблюдатели, которые работают в обеспечении наблюдения за выборами от политических партий. По результатам подготовки наблюдателей мы отмечены в рейтинге лучше. Во время выборов Брянская полиция будет работать в усиленном режиме. Сотрудники МВД в составе межведомственной комиссии уже обследовали избирательные участки, где все подготовили к предстоящим выборам президента страны. В дни выборов на избирательных участках предусмотрены контрольно-пропускные пункты для обеспечения антиристической безопасности граждан. Вблизи самих избирательных участков будет ограничена парковка транспортных средств. К работе во время выборов ежедневно будут привлечены более полутора тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, представители добровольных народных дружин и частные охранные организации. Если вы стали очевидцем нарушения избирательного законодательства или были нарушены ваши избирательные права, немедленно обращайтесь в органы внутренних дел по телефону 02, с мобильного номера любого оператора 102, телефон доверия 72-22-33, либо к любому сотруднику полиции. В Брянской области продолжается работа Центральной конкурсной комиссии Минобороны. Накануне ее председатель Владимир Цемлянский встречался с губернатором Александром Богомазом, посетил военный учебный центр БГИТУ, посмотрел, как налажена военная подготовка в районах. А третий день работы начался по традиции для всех гостей на площади «Партизан», где вице-адмирал почтил память воинов Великой Отечественной войны. Уровень военной подготовки, оснащение, программа обучения, навыки будущих защитников, патриотическое воспитание. Все это в юго-западных районах Брянской области оценивала Центральная конкурсная комиссия Министерства обороны во главе с вице-адмиралом Владимиром Цемлянским. Новозыпковский профессионально-педагогический колледж. Сергей Сизов здесь руководит военно-спортивным клубом «Патриот» уже почти полвека. Комиссия знакомится с помещениями, условиями, музеем, учебной тренировкой. Сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба, наказание первой медпомощи, рукопашный бой, а еще умение применять дроны. Хотим купить еще один дрон, который ФИФИ-ПИВИ, чтобы ребята учатся именно в Камикадзе. На дронах работали. Я-то посмотрел в Подмосковье, в одном месте, где как-то они летают, сбрасывают бутылки пластиковые с водой. Ну, мы решили, у себя это тоже сделать, чтобы ребята шли в армию по контракту и говорили, я дроновод, у меня есть навыки работы. Понимаете, как? Сейчас ДСАМ собираются готовить. Конечно, это их не хлеб, по большому началу, да. И флаг в руки, между прочим. За подготовку к военной службе клуб «Патриот» был удостоен почетной грамоты министра обороны Сергея Шойгу. Именно отметить, так что запомнился, это колледж в Новозыпкове, СИЗОВ Сергей Валерьевич, который занимается клубом «Патриот», которому уже 75 лет. Но та энергия, то здоровье и та душевность, которую он закладывает в свою работу, наверное, больше такого мы нигде не видели. Настолько это приятно осознавать, и видно, что человек на своем месте, он всю свою душу отдает ребятам, и, безусловно, они его считают, наверное, своим вторым отцом. Второй пункт назначения – город Клинцы, школа номер 4, движение «Юный патриот», туристический клуб. Здесь же отрабатывают навыки обращения с оружием, учат боевому искусству. Существовало до возникновения еще юнармии общественная организация детская, движение «Юных патриотов», которое охватывало все районы области. И это было в Клинцах. И результат вот этого вот всего пути, вот эти вот все кубки. Вот это вот работа со снаряжением. Сегодня мы видим, что дети по-другому стали смотреть и на занятия физкультурой, и спортом. И это все развивается. И отрадно осознавать то, что органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, идут навстречу. Мы посмотрели прекрасную спортивную базу, инвентарь, который есть. И это доступно. Не то, что как-то за деньги пойти в какую-то секцию. Это, пожалуйста, любые мальчишки, девчонки, кассудисту могут зайти и попробовать себя в том или ином виде спорта. А еще комиссия побывала в третьей школе Клинцов имени Арджиникидзе. После отправилась в гуманитарный центр, где плетут сети, делают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Победные узелки. Я живу на Сахалине, там научился. Здесь пригодилось. Казалось бы, да, когда пригодился еще? Вроде бы уже все бросил. Это было разноцово. А тут пришлось. Надо понимать. Второй, третий. Так, присоединяем. Вторая, третий. Вот вторая, третий. Вот у нас квадратик. Вот так. Вот мы присоединили. Один и второе узелок. Вот такие вот серебряные ветераны. Волонтеров. Волонтеров. Вот такие свечи делаем. Это можем тоже вам. Да, спасибо. Да. Давайте это мучить туда, потому что нам это нужно. Спасибо большое. Радно осознавать то, что Брянская область за этот год, когда мы были в прошлом году и смотрели на результаты работы, она сделала большие шаги вперед. Хотел бы, наверное, в первую очередь отметить, это тех людей, которые непосредственно этим занимаются. Когда мы с ними сталкиваемся, понимаем, что особенно с детьми, с молодежью нельзя заниматься по приказу. Можно только по призванию. И в Брянской области эти люди есть, они на своем месте и, безусловно, делают свою работу. Это вот приятно осознавать. Брянская область – первый субъект России, куда приехала комиссия Министерства обороны. В прошлом году наш регион в конкурсе по уровню подготовки граждан к службе, организацию и проведению призыва занял первое место в западном военном округе. Армен Марукян, Александр Власов, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. Брянская область. Как подготавливают в Брянске юноармейцев, увидел вице-адмирал Владимир Цемлянский. Он посетил дом юноармии «Партизан», поприсутствовал на занятиях по управлению дронами, оценил, как подростки владеют оружием. Подробности у нашего корреспондента Екатерины Зойдиной. В бронежилетах и с оружием в руках не только парни, но и девчонки. Четкое выполнение команды и никаких поблажек. На мне бронежилет, он весит 12 килограмм, также автомат Калашникова, который весит около 3 килограмм. Веронике 15 лет, в юноармии 4 года. Последовала примеру своей сестры, а будущее свое хочет связать с МВД или МЧС. В одном зале идет военная подготовка и девчонок, и парней. Не ушли вот так, чтобы упасть, вот сюда, и ушли в центральную позицию. Я иду по стопам дяди, он у меня военный. Занимаюсь в юноармии разборкой, сборкой автоматом, разборкой, сборкой магазинов, строевой подготовкой. Сначала вице-адмиралу Владимиру Цемлянскому показали, как парни отрабатывают стрельбу по мишеням. Впереди экран, расстояние до мишени 25 метров. После имитация боя, звучит команда «Огонь по противнику». Все об оружии ребята узнают с помощью вот этого экрана. Программа позволяет показать все виды оружия. Здесь можно виртуально собрать и разобрать не только автомат Калашникова, но и пушку образца 1942 года. А здесь можно научиться управлять дроном. Юноармейцев обучает Кирилл Грибачев, студент Брянского государственного технического университета и слушатель Центра взаимодействия с научными ротами. Юноармейцы демонстрируют гостям полет по контрольным точкам, взлет и посадка дрона в заданном месте. Когда человек надевает шлем или очки, он немного дезориентируется и не понимает, что он стал на этот момент дроном. То есть на момент управления, чтобы проще всего было понять, как эта техника управляется, ему надо забыть о том, что он человек и он является таким летательным аппаратом, который может перемещаться и человек видит глазами дрона. Это совершенно другие ощущения, которые ты не испытываешь будучи, когда ты ходишь по земле. То есть ты на этот момент вдохновляешься тем, что ты летаешь. Но прежде чем управлять настоящим дроном, ребята обучаются вот на таких симуляторах. Необходимо 20-30 часов, чтобы научиться управлять квадрокоптером. Модели разные. Есть и вот такой разведывательный дрон, или вот такой маленький, чтобы на высоких скоростях пролетать препятствия, делать резкие повороты. Мне понравился у вас симулятор, который по оружию. Действительно, я нигде не видел такого. Потому что принцип обучения начинается совсем по-другому, в игровом виде. Для детей это важно. Для него как играет. Да, потом уже волей-неволей к этому привыкает и проецирует непосредственно на макет, либо на настоящий раз. Это замечательно. Ну, вам удачи пожелать. Спасибо. Екатерина Зодина, Алексей Рязанцев, Брянск. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. В Брянской области ищут маркетологов на зарплату до 200 тысяч рублей. В регионе с 15 марта по 13 апреля запретят движение больше грузов. В Брянской области идет подготовка к дорожному сезону. Наш регион лидирует по подготовке граждан к военной службе. На трассе в Почевском районе задержали 54-летнего дальнобойщика без прав. Отделение аллергологии и иммунологии, работающее на базе Брянской областной больницы номер один, отмечает 35-летний юбилей. Еще больше актуальных и интересных новостей на нашем сайте губерния.тв. Под председательством главы города Брянска Марина Дбар состоялось внеочередное 52-е заседание Брянского городского совета народных депутатов. В ходе заседания были согласованы изменения в городской бюджет на текущий год и плановый период 2025 и 2026 годов. Главный финансовый документ города в этом году будет увеличен на 921 миллион рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на 916 миллионов. 170 миллионов направят на покупку специализированной техники для дорожного управления Брянска, 64 миллиона на приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ. Часть бюджета запланирована на капитальный ремонт автомобильных дорог города. На строительство дворца зимних видов спорта в Окинском районе направят около 8 миллионов рублей. Более 47 миллионов выделят на капитальный ремонт городского дворца культуры железнодорожников. Также ассигнования направят на программу по переселению граждан из аварийного жилья, на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Брянской воспитательной колонии появилась музейная экспозиция, посвященная истории специальной военной операции. Ее открыли в стенах действующего музея партизанского движения Брянщины накануне праздника Крымской весны. Изучила экспонаты и выяснила все подробности Светлана Доробкова. В Брянской воспитательной колонии несколько музеев. Здесь помнят и чтут все вехи военной российской истории. Полтора года назад заговорили о создании экспозиции, посвященной специальной военной операции. Экспозиция музея специальной военной операции создавалась по крупицам. Нам помогала Курская, Брянская, Белгородская области. Особую помощь оказалась Тародубская земля. Экспонаты привозили со всей Брянской области и ближайших городов. В процесс включились все педагоги и воспитанники. На открытие приехало немало почетных гостей. Экспозиция, каких на Брянщине пока единицы, официально заработала накануне Крымской весны. Мы хотим этим дать понять, что специальная военная операция – это незаконченная Великая Отечественная война, которая борется с фашизмом, с неонацизмом и другой нечистью, которая посягает на нашу землю. Заручились поддержкой и ребят Первого канала. Даже возникла такая идея в следующем учебном году провести встречу военкору Первого канала и канала «В России-1». Именно в музее специальной военной операции. Они нам, кстати, в этом помогают. Среди экспонатов трогающие за душу предметы, а пополняется коллекция буквально на глазах. Светлана Доробкова, Дмитрий Матеров, Брянск. Хирургический корпус Камарической центральной районной больницы открылся после капитального ремонта по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Деньги из федерального и регионального бюджетов пошли на улучшение условий работы и приема пациентов, а также на новую медицинскую технику. Пациента уступили. Автоматически переводим на стол. Новый рентгенаппарат в Камарической районной больнице появился после капитального ремонта. Раньше на прием могли прийти до 30 человек в день. Сейчас рентгенкабинет принимает всех обратившихся за диагностикой. Ждать печать снимка не нужно. Результат обследования сразу на мониторе. По запросу пациента запись перенаправят в любое лечебное учреждение области. Снимки делают намного быстрее. Качество заметно в разы лучше, чем было у старого пленочного аппарата. Ну и аппарат достаточно достойный. Получается быстрее работать. Больше пациентов. Лаборанты могут смену проводить исследования. Ну и качество само по себе очень сильно выросло. Этот корпус очень важный. Первый этаж – это поликлиническое отделение, где находятся кабинеты узких специалистов, диагностические службы, рентген, УЗИ, эндоскопия, физиотерапевтическое отделение. Второй этаж – это хирургический стационар. Необходимость ремонта данного корпуса назрела очень давно. Здание 72-го года постройки, то есть эксплуатируется уже более 50 лет. На сам ремонт было выделено федеральных средств 14,8 миллионов и, как я говорил, 10 миллионов со финансирования из областного бюджета. Капитальный ремонт и закупка техники по программе модернизации первичного звена здравоохранения облегчили работу врачей и улучшили качество жизни пациентов. После ремонта совсем хирургическое отделение приобрело другой вид. Приятно прийти на прием к врачам чистым. Все сделано. Был старый советский ремонт. Сейчас, вот видите, все в плитке, все хорошо. Стало больше места, больше кабинетов. То есть удобнее не в одном кабинете ютиться, писать все и делать исследования отдельно для исследований, отдельно для работы бумажной и так далее. До конца текущего года Камарическое ЦРБ планирует закупить еще больше нового оборудования. Все по той же программе модернизации первичного звена здравоохранения. Это эфиброгастроскоп, аппараты холтеровского мониторирования, аппарат для измерения функций внешнего дыхания, кольпоскоп. Все для оказания своевременной медицинской помощи населению, не только местным жителям, но и приезжим из других районов нашего региона и Орловской области. Александра Савельева, Александр Власов, Камаричи. 62 школы Брянска и Брянской области участвуют во всероссийском проекте «Футбол в школе». В его рамках в гимназии номер 7 города Брянска состоялся методический семинар, где учителя физкультуры обменивались опытом. Вот это наш первый вам посыл. В разминке нам не надо наматывать километры. Футбол – один из самых доступных и массовых видов спорта. Сейчас трудно найти школу, где на уроках физкультуры ученики не гоняют мяч. Но сегодня именно учителям позволили побыть детьми. Проект «Футбол в школе» реализуется уже третий год. Сперва он начался в 8 пилотных субъектах 150 школ. В прошлом году уже было 2150 школ и 48 субъектах. В текущем учебном году он реализуется во всех субъектах Российской Федерации. И уже в проекте 4150 школ. Разработали программу, которая немножко отличается от того, что было раньше. Мы ломаем стереотипы, которые были установлены много-много лет назад. Мы хотим, чтобы урок футбола в школе был не просто интересным для детей, а он еще был и интересным для учителя. В программе семинара «Теория и практика» – интерактивное занятие, которое провели методисты из Москвы. Это очень интересно. Это дает что-то новое узнать, что можно применить на уроке в школе, показать детям и заинтересовать детей. Дети очень заинтересованы этим, поэтому будем использовать весь материал у себя на уроках. Прежде всего, такие акции – это возможность поделиться опытом и собственными наработками. Цель одна – привить молодежи любовь к физической культуре и спорту. Для нас очень важна обратная связь. Ни один наш семинар не похож на другой, потому что после каждого семинара мы делаем какие-то изменения. И это благодаря именно той обратной связи, которую мы получаем или от наших методистов, или от тех учителей, которые присутствуют на семинаре. Проект «Футбол в школе» также направлен на организацию работы секций в учебных заведениях, поддержку в приобретении оборудования и спортивного инвентаря. В планах – создать школьную футбольную лигу. Кирилл Новиков, Брянск. Это была последняя информация этого выпуска. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова